Привет, друзья! Можно сказать, что экстренное включение. Сейчас на дворе 8 февраля. И вот, что я только что увидел. Это двухкамерный видеорегистратор за 741 рубль. Как вам такое? Да, они заявляют, что тут Full HD разрешение, в чем я очень сомневаюсь. Но даже если его нет, а там обычный HD, плюс-минус неплохое, ребят, 741 рубль. Две камеры и якобы еще инфракрасные датчики, чтобы в салоне снимать ночью. Я не смог это упустить. Я это заказал и специально записываю эту предысторию. То есть вот 8 февраля на Алиэкспресс я заказал видеорегистратор за 740 рублей. Посмотрим, почему его будут перепродавать на Озонах и Валберес. И посмотрим, что он у себя представляет, чтобы вы случайно, например, не ошиблись и не купили его за трешку где-то на маркетплейсах. Если все нормально, то просто будете покупать на Алиэкспресс. А если он окажется полным, как бы мягко сказать, очень плохим, то вы будете просто про это знать, прогуглив от названия. Надеюсь, это видео для вас будет интересным. А мы переместимся в будущее на пару-тройку недель вперед, когда я уже получил этот регистратор. Итак, друзья, топ-контент начинается. Пришло мне все это вот в таком виде. Только что забрал с почты. Коробка коцнутая. Никакой защиты вообще не было. Обычный пакет. Даже ни пупырок. Ничего вообще. Ни какой-то полиэтиленовой упаковки тоже нет. Только скотч вот здесь защитный. Я все это дело еще не вскрывал. Буду вскрывать вместе с вами. Итак, несмотря на то, что коробка действительно порвана. И порвана она конкретно. Внутри все вроде более-менее ничего. Вот только открыл. Мы видим здесь у нас уплотненный такой поролон. Сам видеорегистратор и комплектация. Так, что у нас по видеорегистратору? Он у нас в таком вот полиэтиленовом пакетике. Давайте его достанем. Посмотрим на его исполнение и его качество. Блин, мне дико интересно. И такие распаковки я делаю впервые. Возможно, сделаю это постоянным форматом. Нахождение каких-то необычных товаров с Алиэкспресса. Итак, что у нас здесь? Первое, что хочется сказать. Качество пластика. Ну, прям такое. Очень легкое устройство. Вообще почти ничего не весит. В руках не ощущается. Видны зазоры. Видны зазубрины. Ну, в общем, видно, что он стоит этих денег. Стоит плюс-минус 700 рублей. Сразу заметна пыль на пленке. Вот такое супер качество заклеенной пленки на стекле. Тем не менее, стекло чистое у нас. Давайте уберем пленку. Все выглядит. В целом-то ничего. Экран, по крайней мере, не разбит. Нет никаких косяков. Только большое количество пыли. Видно, очень прикольные условия были, при которых все это дело собирали. Так, спереди у нас одна физическая кнопка. Да, она нажимается. Сверху у нас салазки для крепления. Type-C вход. Ничего себе. Современный Type-C вход. Тут как бы еще вход для второй камеры, либо для GPS. Но в комплекте нет второй камеры. Также объективчик тоже заклеен. Заклеен тоже жутковато. Но, тем не менее, давайте расклеим. Что касается второй камеры, она имеет ограниченный круг поворота. Угол. Вот, все. Градусов, наверное, ну не соврать. Ну, 30, может быть, все. Вот больше она не поворачивается. То есть, грубо говоря, мы можем снимать чуть выше или чуть ниже. И снизу, что я не сказал, у нас физические кнопки управления. Сделаны из хромированного такого хромированной крашеной пластмассы. Да, жутковатенькое, конечно, зрелище. Ну, ладно, давайте посмотрим комплектацию. Первым в руки попадает вот такое крепление присоска. И вроде бы все ничего. Но я вижу, какое низкое качество 3D-печати. Даже сферу не могли нормально напечатать. Видны какие-то заусенцы. Видны какие-то шагрения и неровности. Тем не менее, она работает. И даже видно, что хорошо будет присасываться. Кстати, специально на солнышко достал его. Вот эта часть, глянцевая, она защищена тоже пленкой. Ее я сейчас увидел, снимать ее не буду. Но имейте в виду, если вы будете заказывать и подумайте, что весь пластик поцарапан, это не так. Это защитная пленка. И, ну, хоть так. Ну, и, наверное, самый качественный продукт в этой комплектации, это кабель для питания. Type-C достаточно плотный. Выполнен хорошо. 3D-печать хорошая. Пластмасса неплохая. И, как я и сказал, наверное, это самая лучшая часть из всего заказа. Но нам-то главное, чтобы дело включилось. Давайте попробуем. Да, чуть не забыл. В комплекте есть инструкция. Ни одного слова, естественно, на русском языке. Но, благо, есть картинки. По картинкам, если вы ничего не понимаете, вы разберетесь. И, я думаю, проблем у вас с установкой включения не будет. Хотя, там, в принципе, проблем быть не должно. Потому что функционал тут по минимуму. Итак, момент X настал. Я включил устройство. И, знаете что? Быстро включилось, без каких-либо проблем. Все прикольно. Картинка с двух камер сразу появилась. И вот на удивление, действительно, вот. Одна кнопка выключает дисплей быстро. Другая переключает у нас изображение с камер. Сразу две. Одна большая, маленькая. Или пополам экран поделить. Давайте попробуем переключить все это дело на русский язык. И вообще, будет ли у нас язык русский? Так, вот. Настройки языка. Русский. Русский есть. Это уже хорошо. Так, ладно, русский язык поставили. Давайте поедем дальше. Прибежимся по меню. Первый пункт это запись. Что такое запись, непонятно. Надеюсь, это запись видео. Поэтому обязательно включим. Дальше. По А. Услуга. Вот, честно говоря, я четвертый год. Занимаюсь видеорегистраторами, если не пятый. Я понятия не имею, что это. Выключено, включено. Ну, пусть будет выключено. Заметка времени. Включено. Ну, я думаю, что это отображение, даты и времени на экране. Гравий и иния. Гравий и иния. Низкий, средний, середина, высокий. Думаю, что этот же сенсор, то есть датчик удара. Давайте поставим низкий. Я всегда либо низкий, либо средний ставлю. Дальше. Звуковой. Звуковой. Это на запись звука. Мы ее включим. Устка. Времени. Места-то мало было. Установку написать полностью. Не хватает немножко. Установка времени. Я даже ставить это не буду, честно говорю. Не хочу тратить на это время. Автовыкол. Ну, это автовключение экрана. Мы его выключим для обзора. Настройка языка. Мерцание. Это герцовка. Заполните свет. Автоматически. Включено. Выключено. Если это автоматическая яркость экрана, я буду в шоке. Но давайте автоматическое поставим. Защита экрана. Ну, это защита блокировок кнопок. Форматирование карты. А, защита экрана. Нет, представляете, защита экрана. Три минуты. А, это выключение экрана. Вот видите, как все интуитивно, понятно-то. Даже для человека, который в этом разбирается. Форматирование. Поздравляю, вы прочитали первое правильно написанное слово. Форматирование. Версия и переустановка системы. Собственно, все. По меню мы пробежались. Да, здесь аккумулятор. О никаких суперконденсаторах речи не идет. Длинным нажатием он включается-выключается. Да, штучка очень интересная. Коз. А, кое. Кое различие. Кое различие. Ну, давайте посмотрим, кое это различие. А, кое различие, если что, это разрешение. И мы ставим, соответственно, максимально 1080. Первое, что хочется заметить. Вот я его установил. Плюс-минус в центре автомобиля. Как многие вешают видеорегистратор. И если мы обратим внимание на камеру, которая смотрит салон, меня тут вообще не видно. Давайте попробуем попереключать эту камеру. У меня есть подозрение, что она просто не полностью отображается. Но нет. Видите, меня не видно. Поэтому по центру это устройство точно вешать нельзя. Давайте его перевесим куда-нибудь сюда, чтобы, ну, хоть как-то было видно, что происходит в салоне. Что это у нас за зум такой невероятный, когда видно только мое плечо? А я не говорю уже о салоне или о сзади сидящих. То есть для таксиста сразу нет. Вот так куда лучше. Хотя бы видно мое лицо. Но видно оно примерно так, что одна ноздря помещается примерно на полэкрана. Я искренне надеюсь, что это просто неправильное отображение на экране. И на самом деле здесь есть хоть какой-то угол. А не угол в 20 градусов, такой же, как примерно и поворота. Да. Да. Это вот очень интересно. Пока это кажется диким говнищем. Ну, собственно, а что я ожидал за 700 рублей по распродаже. Но пообсуждать, как это снимает, мне очень интересно. Что ж, друзья. А вот та самая колоссально крутая картинка, которую я, в принципе, и ждал. Наверное, ее комментировать дальше-то и не стоит. Хотя, если все стоит, ничто не движется, то в целом у попутного потока даже номера прочитать можно. Пытался записать и протестировать звук на этом видеорегистраторе. Все было включено, но звук почему-то не писался. Хотя это и не имеет смысла, потому что внутренняя камера примерно пишет мою ноздрю лицо. Я не знаю, как это правильно назвать. В общем, вы сами все видите на экране. И тут вообще не идет речи о Full HD разрешении даже для основной камеры. С натяжкой можно назвать это HD разрешением, то есть 720 на 480 с большой интерполяцией, потому что в свойствах файла все-таки он показывает, что Full HD. О салонной камере вообще говорить ничего не будет. Тут разрешение максимум 480, но я думаю, что и его тут нету. И вообще она не имеет никакого смысла, потому что у нее вообще нет угла обзора. Тут угол градусов 40 максимум, а должен бы быть 170, 160 или около этого. Ночью этот продукт я даже тестировать не буду, потому что максимум, что вы увидите, это просто мыльные разводы на экране и просто полную черноту. Смысла этого никакого не имеет. И вот все бы ничего, я мог оправдать, что он стоит 700 рублей, там на Валбере зданий продаются тысячи по 2,5, и все равно это недорого, и можно было бы хоть как-то его оправдать. Но по факту этот продукт не рабочий. И ладно, что номера не читаются, может быть нас интересует просто в целом ситуация на дороге. Но тут заявлена салонная камера, которая на деле не выполняет свой функционал. Тут заявлена русификация, которой на деле-то по факту и нет. И здесь заявлена запись звука, которая в принципе не работает, а звук характеристики все-таки важные. Ладно, все, хватит вас мучить такой шикарной картинкой, давайте подводить итоги. Итак, что же я могу сказать по итогу? По итогу скупой платят дважды, а может быть и трижды. По крайней мере, я надеюсь, что это видео дало вам понять, что не стоит брать видеорегистраторы за 700 рублей. Тут речь не то, чтобы о безопасности, тут речь просто о зря потраченных деньгах. На деле, что вы получите? Да вы не получите нифига. Ночью вообще ничего не читаем, а я даже ночью тестировать не стал. Днем-то номера, можно сказать, что не читаемы. Ставить на паузу, забудьте про это. То есть номер вы не прочитаете. В целом, что-то происходящее, возможно, вы, конечно, запишите. То есть, если вас кто-то подрежет, возможно, вы сможете доказать свою невиновность. Но и то, доказательная база с точки зрения считывания номеров здесь вообще никакой нету. Что ж, друзья, если вам понравился вот такой формат обсуждения всякого лютого дерьма, пишите в комментариях. Буду чаще заказывать такие устройства и рассказывать про то, что они из себя представляют. Вы были на канале про гаджеты. Меня зовут Антон. До скорых встреч.